Итоги уходящей среды Как правильно реагировать на то или иное чрезвычайную ситуацию Как это было? Преступление и наказание Эксперты раскрывают дела Были обнаружены и выявлены следы пальцев рук Что еще может вывести на след нарушителя? Вальс цветов В Бобруйске открылась новая экспозиция Подобраны очень правильно цвета Очень с душой сделано все Где зимой окунуться в лето? А также первый миллиард энергии Выдача кредитов И ажиотаж на ТО Белтихосмотр подвел итоги работы за январь Что говорят цифры Тот самый момент, когда в дело вступают профессионалы Ни одном преступлении в стране не обходится Без участия сотрудников Госкомитета судебных экспертиз На месте происшествия специалисты всегда выходят на след преступника Как это работает? Все подробности прямо сейчас Парковка Машина без колеса Картина не совсем обычная Украли! Сообщение принимает дежурная часть ОВД Незамедлительно на место происшествия Выезжает следственная оперативная группа Представитель СК Оперуполномоченный уголовного розыска Участковый старший эксперт Государственного комитета судебных экспертиз Начинается осмотр места происшествия Была произведена фиксация места происшествия До изменения обстановки Были зафиксированы следы обуви Следы транспортных средств Предметы, имеющие значение для дела Специалист понимает Мало обнаружить следы Необходимо провести их предварительное исследование Гипсовые слепки, следа ботинка и шины автомобиля Первые улики с места происшествия Следующие в списке предметы В этом случае бутылка и упаковка семечек В ходе дактилоскемической обработки данных предметов Были обнаружены и выявлены следы пальцев рук Которые после осмотра места происшествия Были направлены в адисдакты 2000 По которым были установлены В дальнейшем данные подозреваемые Это всего лишь отработка одного из сценариев С которым специалисты сталкиваются в реальных ситуациях Преступление раскрыто Зачастую такой итог следствия Дела рук сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз В частности, информация о следах на месте происшествия Помогает оперативникам докопаться до самой истины В практике достаточно случаев Например, на девушку было совершено разбойное нападение В руках у преступника нож Жертва не растерялась Стала отбиваться Преступник, не ожидая такого напора Со стороны потерпевшей, скрылся Был произведен осмотр места происшествия Были изъяты следы пальцев рук По которым в последующем был установлен данный преступник Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Сотрудники МЧС и УВД провели совместный эксперимент В рамках акции «Безопасность каждый дом» специалисты заглянули в автотранспортный колледж Здесь учащиеся стали участниками брейн-ринга Вопросы интеллектуальной игры самые разные, но все с акцентом на профилактику ЧП и правонарушений Это и история пожарного дела, и воспоминания о первой женщине в погонах К слову, этой неделе республиканского движения ознаменовано именно студенческим этапом Мы решили отойти от стандартного проведения мероприятия В качестве беседы, лекции с ребятами, учащимися колледжа И провели брейн-ринг совместно с сотрудниками пропаганды МЧС Так как посчитали, что такой формат действительно будет интересен И ребята действительно воспримут эту информацию и откроют для себя что-то новое Вопросы безопасности, они касаются как обеспечения безопасности дома, так и в общежитии, в общественных местах Потому что молодежь, люди взрослые, они должны знать, как себя вести абсолютно в разных местах И будучи уже взрослыми людьми, они должны знать действительно, как правильно совершить эвакуацию Как правильно реагировать на ту или иную чрезвычайную ситуацию Участники брейн-ринга получили подарки, сувениры и сладости Главное, вспомнили, как действовать в той или иной ситуации Следующий в списке посещение инспекторов Лесотехнический колледж Социальные дома, спрос на техосмотр и рейс Москва-Минск Россия и Беларусь возобновляют железнодорожные сообщения, когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре На Беларусь выработали первый миллиард киловатт-час электроэнергии Об этом сообщили в Минэнерго В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации Проводится тестирование систем и оборудования Сводом двух энергоблоков выработка электроэнергии составит около 18 миллиардов киловатт-час в год Белсехосмотр за минувший январь выдал 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении Это почти в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Более 90% документов получили физлица Для удобства автовладельцев на диагностических станциях организована предварительная запись Беларусьбанк вновь начал выдавать кредиты на покупку жилья на вторичке Взять деньги на приобретение квартиры в этом секторе рынка нельзя было с мая 2020 Процентная ставка по кредиту – 21 Это ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25% пункта Кредит предоставляется без поручителей под залог приобретаемой квартиры Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией Также начнут летать самолеты из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск Увеличено и количество авиарейсов из российской в белорусскую столицу Соответствующие документы подписал премьер-министр России Уточняется, что решение было принято с учетом обновленных данных об обстановке с COVID-19 Китай собирается построить в Белоруссии еще 20 социальных домов В целом планируется возвести 1166 квартир Общая площадь застройки составит примерно 66 тысяч квадратных метров Квартиры получат граждане, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий И имеют право на получение жилья социального пользования Расходы по строительству будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая В Белоруссии выздоровели и выписано 239 191 пациент с COVID-19 Зафиксированы 251 705 человек с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 4 502 730 исследований Такие данные приводит Минздрав Клинические испытания подтвердили эффективность вакцины «Спутник Ви» Результат препарата после первой дозы превышает 91% Также он облегчает течение болезни Согласно данным исследований у тех, кто сделал прививку Антител в полтора раза больше, чем у переболевших COVID-19 Также Россия передала Белоруссии новое лекарство от коронавируса Epivac Corona и партию тест-систем для диагностики инфекции Обратно в лето за окном снег и метель А в Бобруйском выставочном зале не по зимнему тепло Здесь открылась экспозиция художницы Елены Поляковой Горожанка представила без малого сотню работ К искусству прикоснулся и наш корреспондент Аванес Степанян Километры ярких лент, бисер и море пестрых красок Выставочный зал Бобруйска расцвел в летнем великолепии картин На стенах настоящий вальс цветов Именно так называется экспозиция мастера с поистине Золотыми руками и большой душой Елены Поляковой Мотивы произведений самые разнообразные Природа, детство, любовь и даже его величество Париж Вот так они и получились радостные, потому что, знаете почему? Потому что вокруг все, вот мне звонили мои знакомые Все сидят по домам и всем грустно А мне было, вот у меня 20-й год пролетел просто вот секунда Я не успевала считать дни И вот радостные, да, вот такое, наверное у меня такое было настроение Процесс создания картин признается маэстро трудоемкий Сначала появляется принт, затем идет вышивка лентой Атлас, органза, шелк, мулине и стеклярус В ход идут всевозможные материалы на каждую картину А их представлено 90, уходит от нескольких дней до месяцев кропотливой работы Женщина, девочки, там вот прекрасные там мотивы из купальских вечеров То есть вот именно вот такие вот сюжеты очень интересные Я бы сказала, она рисует душой, потому что человек бездушный не создаст такой красоты Посмотрите, какая красота и какая духовность Потому что вот эти иконы может написать только человек высокодуховный С внутренним наполнением И это как раз то, чего нам сейчас в современном мире, в нашей эре не хватает Подобраны очень правильно цвета, очень с душой сделано все Окунуться в атмосферу вальса цветов можно до 24 февраля Посетители ждут по адресу социалистическое 100 Время работы с 10 утра до 6 вечера Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Массы Массы МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА